В эфире новости Ева, с вами Архон Сибирский и на этой неделе у меня для вас много новостей. Погнали! Начнем сразу с новостей из Клайма. На прошлой неделе руководитель Альянса Бастион, входящий в состав Империума, сообщил о своем уходе из проекта в связи с повышенной нагрузкой в Реале. Нового руководителя Альянса он назначить не смог или не захотел и поэтому Альянс Бастион ждет дисбанда. Сейчас ведутся мероприятия для более простого перехода корпораций в другие Альянсы Империума и скоро Клайм, который держал Бастион, также будет передан на другой Альянс, скорее всего на Энитов или Дракарисов. Бастионы базировались в регионе Фонтан. Больше половины пилотов уже перешло в другие Альянсы, преимущественно в Альянс Дракарисов. Так что на общую картину дисбанда Бастионов повлияет не сильно. Погнали дальше. Переходим в Пурблайн. Там Альянсом Бандерлоков было опубликовано корпоративное собрание, где лидер Альянса сообщил о том, что Бандерлоги заключили НИП с Альянсом Брейвов. В этой договоренности было отражено, что Бандерлоги снимают все цитадели в Клайме Брейвов, а взамен они получают систему, не так давно отобранную Брейвами в центре Клайма Бандерлогов. Но на этом с Пурблайндом новости не закончились. На этом же совещании лидершип Бандерлогов сообщил об отмене НИПа с Фротернити по инициативе самой Фротернити. Теперь эти Альянсы могут сражаться за Клайм и стрелять в цитадели, не нарушая дипломатических договоренностей. И почти сразу же после этого Альянс Фротернити начинает сражение за Атоноры под контролем Бандерлога. Так что для Бандерлогов наступают темные времена. Небольшая ремарка. Бандерлоги очень часто использовали китайскую таймзону для защиты своих цитаделей, выставляя окна уязвимости в Прайм Фротернити, с которыми в свою очередь были достигнуты договоренности о ненападении. Таким образом Бандерлоги защищались от другого агрессора в виде Вольты. Сейчас у Бандерлогов почти все цитадели выставлены под Фратов и в ближайшее время может вступить в силу патч об упрощении сноса цитаделей М-класса. Для Бандерлогов надо выяснить какого противника они боятся больше. Оставив таймера как сейчас им придется сражаться с Фротернити в их таймзону, но если они поставят таймера на свою обычную таймзону, то это развяжет руки Вольте. Но надо сказать, что буквально вчера Вольты и Бандерлоги выступили единым фронтом против Фротернити. И это смотрится как очень плохая шутка. Ведь Вольта и Бандерлоги уже порядка двух лет неутомимо бьются против друг друга, а сейчас при виде более опасного врага встали на одну сторону. Что будет дальше? Была ли это разовая акция дружбы или это начало продолжительных дипломатических отношений? Мы узнаем уже позже, а пока переносимся к бывшим членам Винтерко-коалиции. Недавно исключенные из Винтерко-коалиции Lord of World Alliance отличились во время перегона своих супер капитальных кораблей. Сильно торопившись перегнать свои супера, лорды используют очень неподходящее время и место для проброса суперов. На очередном мидпойнте скауты снафят аутов, дождавшись очередного прохода, ловят супера на Астрахусе, который не может принять в долг исполинские корабли. По механике прыжков, также Астрахус сможет дать тизер только спустя 30 секунд, и то только в том случае, если корабль не будет находиться под действием дестабилизаторов варп ядра. Этих 30 секунд хватило снафам, чтобы перетаклить большую часть капитала. Систему, которую выбрали Lord of World Alliance находилась в дистанции прямого прыжка из столицы снафов Рокопасса, и внезапное появление снафов в принципе можно было предвидеть. Итог лордам очевидно не понравился. Корабли почти на 100 миллиардов исок уехала на КБ. Переходим к другим новостям. По фракционным войнам нет особых изменений. В Матаро Амарской фв-зоне лидируют Матары со своим пятым тиром. В Калдаро Галентии Галенты с третьим тиром и 42% влияния. У Амаров и Калдарей тир находится на первом уровне и нет никаких предпосылок к его повышению. По погоде тоже сильных изменений нет. В Гуристы зоне орудуют сразу две экзотик бури в Пурбландии и Фейде. В Винале до сих пор плазма бури не может найти выход. В Дронрегах ползают Электрик и Гамма бури. В Саншовских регионах плазма и Электрик бури снова идут на сближение в регионе Изотерия. А в центре Дейлева все так же не угасает Гамма бури. Оплата игры за игровую валюту стала сильно дороже. И это еще не конец. Скорее всего нас ждет и дальнейшее подорожание. На текущий момент стоимость оплаты игры составляет 1 миллиард 750 миллионов исок. Все это из-за удорожания оплаты игры в долларах. Буквально на днях CCP Games объявила, что игра поднимает стоимость подписки. Такое удорожание оплаты сильно взволновало всех игроков. Это далеко не все новости прошедшей недели. Поэтому ожидайте скоро выпуск с добивочкой. И чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Также не забудьте, что у нас есть внутриигровая рассылка ddm.post и чат-канал Razook2. Также есть дискорд-канал, используя их вы сможете записаться на наши регулярные вылеты в почвень и скорого времени Саншу и Вормхолла. До скорых встреч!